Идите домой, красавица, иди, мой мальчик. Давай, пожалеемся, давай, пожалеемся. Самостоятельно ходить хорошо есть и без страха. Принимать ласку бездомный кот, которого временная хозяйка зовет Рыжиком, стал совсем недавно, после долгой реабилитации. Пару недель назад искалеченное животное прибилось к магазину, где работает Елена Батурина. Увидев на шее кота огромную рану, женщина немедленно отвезла его в ветклинику. Если честно, врачи были в шоке. Они сказали, что это такая рана, что кот сам не сможет сделать такую рану себе. Скорее всего, кто-то с ним это сотворил. Тем более, что случай такой зверской расправы над животными в районе Юбилейного проспекта далеко не первый. Что ты никого не боишься. Это очень плохо, что ты не боишься никого. Когда-то Кузя не испугался и живодеров. Те подстрелили ему бедро. Глубокую рану залечивали несколько недель. Кот долго находился на передержке дома. Очень сильные раны. Я сразу сказала, что я слышала тоже ночью звуки такие. Но дело в том, что у нас прямо около дома такая, асфальтировали дорожку. И у нас там теперь и скутеры, и самокаты, и в общем. То есть мы уже привыкли к таким всяким разным звукам. То есть как бы особого внимания не обратили. Но дело в том, что рана, почему-то мне сразу показалось, что эта рана как бы она не собачка покусала. Как бы не кошечки подрались между собой. Врачи подтвердили механические повреждения. Сейчас коту гораздо лучше. На лето Кузю вернули во двор. Впрочем, без присмотра питомцы не остаются и здесь. Их обрабатывают от вредителей, возят на прививки и трижды в день отменно кормят. Опасаются лишь за их безопасность. Глухие звуки выстрелов слышны едва ли не каждый день. Антонина Фарафудинова решила предупредить соседей о происходящем. Расклеила объявления на всех ближайших домах. На следующий день, 4-го числа, я вышла из дома около часа дня. На нашем доме на 46-м не было уже ни одного объявления, уже сорвано. На 40-м остались, а у нас ни на одном, 8 подъездов ни одного объявления не было. А вот выстрелы продолжаются. Их слышат в округе ночью и днем. Люди напуганы. Я слышу тоже хлопки, выглядываю, молодой парень, высокий, светлый, ружье и подсветка. То есть он, может, типа лазерные, указки вот такие. Ходил, стрелял. Я говорю, Свет, ну ты хоть бы крикнула. Она говорит, я боюсь, а вдруг он не в окно. Потому что в здравом уме человек этого не может сделать. Кому придет в голову, здравому человеку, в час ночи ходить, вот стрелять. Предположить, кто бы мог так жестоко расправляться с ни в чем неповинными кошками, сложно. Новых жильцов в округе не видели. А из старых под подозрение не попадает никто. Сейчас люди намерены написать коллективное заявление участковому. Правда, зоозащитник Светлана Михеева уже не надеется даже на полицию. Вот человек с оружием отстреливает собак. Да, девочки, тут гуляют дети. Так вы в полицию обращайтесь, вы не имеете права их стрелять. Это видео сняли в жилом комплексе «Серебряные родники». Единомышленники Светланы подкармливали там бездомных щенков. Как вдруг на улицу вышел мужчина и открыл огонь по собакам. Активисты вызвали полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. Реакция от правоохранителей последовала. Правда, не совсем та, которую ожидали. Они сказали, что у нас там, знаете ли, грабежи, убийства, а мы тут будем вашими собаками заниматься. Почему у нас такое отношение к животным? Почему у нас такое отношение и бездеятельность полиции к таким вот вещам? Ведь это, да, это жестокость, которая к животным, она переходит на людей. Это всем давно известно. Чем закончится история с отстрелом бездомных кошек, покажет время. Сейчас жильцам нескольких домов на Юбилейном проспекте остается лишь надеяться, что их участковый все же примет меры. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Новости, Химки ТВ.